Официальные лица Великобритании заявили о возможной конфискации лондонской недвижимости прокремлёвских олигархов. Пресс-секретарь президента Путина Песков назвал это атакой на российский бизнес. Поправочка, Дмитрий Сергеевич, не на бизнес, а на кошельки. Чего так сплошился Песков? Не та ли эта история про национализацию российских элит, о которой так часто говорил Путин? До чего дошёл прогресс? Кремль отбивает у Лондона своих олигархов и их недвижимость там, купленную за деньги, вывезенные из России. Эдакое двуличие. Глава МИД Великобритании Ли Страс заявила, что санкции против России коснутся российских олигархов, им может быть запрещен въезд, у них могут быть заморожены активы и даже конфискованное имущество. Вот так британское правительство исполняет распоряжение Путина, деньги олигархов вернуть в Россию. Просто распоряжение президентам было дано российскому правительству для галочки. Видимо, никто и не думал его исполнять. Пчёлы не могут быть против мёда, а мухи из нашего примера против сами знаете чего. Это очень тревожное заявление. Англосаксы, конечно, изрядно накачивают напряжённость на европейском континенте. Здесь нам, европейцам, есть о чём задуматься. Когда, например, страна, находящаяся за пределами нашего континента, нагнетает напряжённость у нас дома. Это неверно. И до тех пор, пока мы, европейцы, не поймём, что это нам всем вредит, думаю, ситуацию эту вряд ли удастся исправить. Цитирует Песковый Интерфакс. Дмитрий Сергеевич, думаю, что вы абсолютно корректно выразились. Ваши родственники, а также детки, родители и любовницы, представители элиты, уже давно не россияне, а европейцы с паспортами граждан ЕС. Думаю, у вас прекрасно получается защищать права и ценности европейцев из кресла в Кремле. Хотя, думаю, самим гражданам Европы как-то пофиг. Друзья, понимаете, даже санкции, наложенные на оборонку и некоторые финансовые структуры России с 2014 года, так ничему российскую власть и не научили, включая бенефициаров денег, находящихся на хранении у олигархов. Эти неназванные владельцы средств готовы рискнуть их полной блокировкой и даже конфискацией вместо того, чтобы возвратить деньги в Россию. А вот это и есть самое настоящее предательство. Ищите, кому это выгодно. Друзья, подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши отношения к теме в комментариях, ставьте лайк. Всем пока!